Что если можно было бы определить, какой мужчина в постели, не вступая с ним в связь для того, чтобы это попробовать? С помощью астрологии я вас сейчас научу, как это сделать, и расскажу рейтинг самых сексуальных знаков зодиака. И расскажу это не просто, как знаете в ТикТоке, 5 самых сексуальных знаков зодиака, близнецы, баталии. Нет, я расскажу, я разговариваю с вами не как с идиотами, я считаю, что вы здесь, потому что вам нужна настоящая астрология, и если она вам нужна, вы, конечно, уже подписаны на мой канал, поэтому будем разбираться в этой теме технично, методично, все сейчас вам покажу. Не забудьте подписаться на канал, написать комментарий, лайк, колокольчик, отправить это своей подружке, которая сейчас встречается, Горемыка, и еще не знает, какой он будет. Для того, чтобы определить, какой мужчина вам подходит, подходит ли он вам вообще, вы должны знать его дату рождения, ну и хотя бы примерно город. Ладно, время рождения, бог с ним. Вы идете, смотрите мой бесплатный курс, который по ссылке, там рассказывается, как строится натальная карта. Если вам это видео нужно, я вам сделаю инструкцию на этом канале. Вбиваем дату рождения. Город спрашиваем, как это спросить, ну вот в тиндере вы общаетесь, напиши дату рождения. Он пишет, например, 10-10-1988. Ты пишешь, а ты в каком городе родился? Он пишет, например, в Москве. Все, вам больше не надо, время рождения мы будем с вами разбираться, когда мы замуж за него захотим. А когда только знакомство, когда только дело идет к сексу, нам это все, нам это все не нужно, нам это все не важно. Мы идем, мы идем постепенно, по этапу. И было ли у вас такое, когда вы, ну, в общем, гуляли, встречались по полгода, а то и по два. А я эти истории знаю с ваших консультаций. Так что не надо мне говорить, что все мои любовники были лучше, чем в фильме «Секс в большом городе». Не надо. Пишите ваши настоящие истории в комментариях, потому что все плюс-минус сталкивались когда-то с большим словом на букву «Р». РА-ЗО-ЧА-РО-ВА-НИ-Е. Я, я, я не понимаю, в чем дело. Со мной такое первый раз в жизни. И первый раз в жизни без пениса. И вот чтобы никогда с этим не столкнуться вновь, мы должны знать, какие мужчины сексуальны для нас. Когда я говорю рейтинг самых сексуальных, я не просто с мифической стороны говорю, а мы будем определять рейтинг самых сексуальных для вас. Конкретно для вас. А если вы досмотрите это видео до конца, то мы еще в конце сделаем таро-монаро, сексуальные таро-разборчики, что же вам мешает на самом деле кайфануть в этом процессе. Но сейчас не об этом. Когда мы оцениваем рейтинг самых, мы должны понимать, кто оценивает. То есть мы должны понимать себя. Почему нам нужна для этого ваша натальная карта? Нам нужно понять, где ваш Марс, в каком знаке. Конечно, на консультацию астролога я еще посмотрю, какие у вас аспекты, что вам мешает идти в секс. Это для тех, кто хочет глубоко разобраться. Но то, что я сейчас дам, не даст вам ни один другой астролог. Мы определяем знак нашего Марса. Например, у вас Марс попал в близнецы. У вас Марс попал в козерог. У вас Марс попал во льва. Так вот, именно эта планета будет составлять рейтинг самых сексуальных знаков. То есть вы познакомились с парнем, у вас какая-то искра пробежала. Вы попросили, построили натальную карту. Смотрите, у вас Марс в овне, а у него Марс в весах. Вообще, вот если ваш Марс попал в овна или в любой другой знак, у каждого знака зодиака есть противоположный. Так, у овна противоположные весы. Так вот, Марс в овне и Марс в весах, встречаясь, искрятся искрами. Потому что это два противоположных Марса, и они как бы добирают друг у друга то, что им не хватает. Но в долгую, в долгосрочные отношения это работает так себе. Потому что Марсу в овне будет недостаточно, Марса в весах. И кто же, вот если ваш Марс в овне, кого же он хочет? Он хочет огненных Марсов в овне, во льве или в стрельце. И вот тогда вы узнаете, что такое настоящий, качественный секс. Когда ваши желания, ваши возможности, ваша страсть не просто будет на разнице взглядов. О, я учусь чему-то новому. Вы все умеете, вы цельная. Вам не надо ничему учиться. Вы должны знать себя. Так вот, если ваш Марс попал в огненные знаки, например, овен, лев и стрелец, то по-хорошему вам бы любовника с такими же Марсами. Потому что тогда взаимосвязь и химия будет работать в долгую. Вот у него писулька дымится. Вот как он секса хочет. Ну я и дала. Для чистоты экспериментов и для того, чтобы вы мне написали в комментариях, обязательно напишите. Если вы пойдете, посмотрите своего настоящего сексуального партнера, можете посмотреть еще нескольких бывших. И сравнить их Марсы, насколько они вам вообще подходили или не подходили. Также Марсу в Овне сначала идут львы и стрельцы, то есть сначала огненным Марсом огненные Марсы подходят. Марс в стрельце, хорошо с Марсом в стрельце. Марс в Овне в целом он достаточно ебливый. И поэтому он может, ему может казаться, что ему все подходят. Но это не так. В долгосрочную историю играют одинаковые потребности, одинаковые возможности. Поэтому огонь должен искать огонь. Марс во льве должен искать Марс в стрельце или в Овне. То есть вот если ваш огненный Марс, вы ищите плюс-минус такого же человека. Понятно, что, например, если вы знаете астрологию целиком, вот вы нашли Марса в Овне. И вы такие, ну Иришка сказала, надо пробовать. А у него там, ну как бы так себе, почему такое может быть? Во-первых, совместимость пары нужно смотреть целиком. Да, мы сейчас просто разбираем первый шаг для того, чтобы вы узнали и познали и не соглашались. Марсы в Овне на секс с Марсом в Весах. Он никогда вам не будет таким искрометным, как вы хотите. Да, первое притяжение. А дальше-то что? Дальше вам придется Марс в Весах учить, как вам надо. Но вы все равно не доберете, не догоните. А ничего у тебя не выйдет. Также Марсы в Огне, Марсы в Огне, следующие по сексуальности для них это Марсы в Воздухе. То есть Близнецы, те самые Весы и Водолей, это на втором месте для всех Огненных Марсов. То есть если у вас во Льве или в Стрельце Марс в Водолее, в целом там химоза начнется, долгосрочная химоза. Но лучше всего выбирать тот Марс и рейтинг составлять из своего же, из своей же стихии. Точно так же у мужчин. Если у него Марс в Козероге, а у вас, не дай бог, в Раке, то Марс в Козероге против Марса в Раке вы встретились, у вас началась химия. Ваш Марс в Раке захотел от Марса в Козероге ребенка. Но Марсу в Козероге нужно немножечко больше, чем вы можете дать. К сожалению, но факт. Потом не надо плакать, что он где-то их добрал. У всех разные потребности. И искать себе партнера по потребностям, гармонично подходящего вам, это ваша задача. А не задача Вселенной вам прислать идеального партнера. Так что вот если ваш Марс попал в Тельца, если ваш Марс в Тельце, то вам классно подходят Марсы в Тельце, в Деве и в Козероге. То есть земные Марсы должны спать с земными Марсами, потому что они выносливые, они достаточно сексуальны, у них одинаковое количество потребностей. Только за исключением, если сам Марс чем-то в карте не поражен какими-то напряженными аспектами. Тут ситуация индивидуальна. Но в целом, если у вас Марс в Козероге, и вы с кем-то переписываетесь и видите Марс в Козероге, нет-нет, так и надо попробовать, девочка моя. Там что-то, что-то может ждать тебя великолепное. Порой принцесса, порой надо просто рискнуть. И это я, как обладательница от Марса в Козероге, Марсом в Козероге передаю приветик. Приветики-пистолетики, как говорится. Марсы в Близнецах, так как это воздушная стихия, рейтинг самых сексуальных будут мужчины с Марсами в Близнецах, Водолеи и в Бесах. Так как эти Марсы помимо секса хотят еще какой-то интеллектуальной отдачи. Какой-то, знаете, ну, чтобы, типа, о чем с тобой трахаться. И вот Марс в Близнецах с Марсом в Водолее, во-первых, сначала будет про философию марксизма-ленинизма разговаривать, а потом у них будет такой секс, о котором они только могут сейчас мечтать. Поэтому Марсу в Близнецах сексуальные партнеры, Марс в Близнецах, Весах и Водолеи. И наоборот, в этой троечке все ходят одинаково. То есть Марсу в Водолее лучше всего Марс в Водолее в Близнецах или Весах. То есть по стихиям ходим, выбираем из своей же стайки, из своей же стихии. Но и Водные Марсы, самые сексуальные, самые еб***ые, самые ненасытные Марсы, это Марс в Раке, в Скорпионе и в Рыбах. И, пожалуйста, обладательницы таких Марсов, не затрахивайте вы никого другого. Ищите своих, потому что по количеству, по пиздопаданиям, по душевным терзаниям, по всяким вот секс, как продолжение вот чего-то. Короче, нас, Марсов, Козероги, вообще не волнуют ваши чувства. Я вам серьезно говорю, я общалась с Марсом в Раке, и мне он говорит, что можно секс поделить на три категории. Марс в Козероге такие, what the fuck, какие категории? Секс это и есть секс. На три категории, девочки, если что, Марс и в Раке не дадут соврать. Просто секс, ну это когда ты механически занимаешься сексом с приятным тебе человеком. Еб***ь. Это когда вы животно занимаетесь сексом, но у тебя к человеку скорее больше негативные ощущения, такое вот типа вот, ну вот, вот, сожрать его вот в этот момент и все. И занятие любовью, который, конечно, Марс в Раке ищет. То есть, Марс в Раке разделяет занятие любовью, это мужчина, чтобы вы понимали, секс и еб***ь. Чего? Это, конечно, очень веселая теория, мы когда будем снимать штаны. Что это за история? Что это за траханье мозга? Так вот, Марс в Раке, в Скорпионе и в Рыбках ищите себе сексуальных партнеров с такими же мозгофилософсковыносящими чувствами замешанными. Оставьте нас, земных Марсов, в покое. Да-да, нет-нет, поехали, все. Тем более, уж вот эту теорию, рассказать, например, огню, он уже у него все, у него не захочется ничего с вами заниматься. Как вы только начали про какую-то теорию, про какое-то единство душ. У огня все, опустилось. Что мы тратим на это время? Какая теория? Что? Конечно, девочка, которая может к вам хорошо относиться, она может покивать головой-таки. Что дальше? Но, девочки и мальчики, ищите себе равных партнеров, ищите себе самых сексуальных, задорных, из вашего теста состоящих мужчин и женщин. Для того, чтобы вы узнали, какие вы можете быть, встречаясь с человеком своего характера, своего теста, своих амбиций и своих потребностей. Поэтому сексуальные знаки, я уже сказала, мы выбираем свой Марс и смотрим огненные к огненным, воздушные к воздушным, земные с земными, водные с водными. Было бы все так идеально, но так как мы не знаем, когда входим в отношение астрологию, мы совершаем огромное количество ошибок. А количество разводов из-за несостоятельности сексуальной жизни, непонимания потребностей другого человека, неумения их удовлетворять, огромное. Например, если вы знаете астрологию, если вы учитесь на большом курсе обучения астрологии, лучшем курсе астрологии в мире, созданном мной, вы даже, находясь с партнером уже, которого вам не хочется терять по каким-то другим своим целям, но вы знаете его Марс, вы прошли курс, вы понимаете его Марс. Вы можете это отыгрывать. В долгую удовлетворить вас это вряд ли сможет. Но на какую-то вот, допустим, для того, чтобы не разрушать семью, попробовать в это поиграть, включить партнера в это, это, конечно, абсолютно точно можно. Зная информацию о своем партнере, вы можете быть идеальны для любого Марса. Это вообще законно? То есть, например, Марс в раке говорит занятие любовью, трах и секс. И если бы мне нужно было его навсегда завоевать, я бы сказала, знаешь, но с занятиями любовью ни один секс не сравнится. Все, он мой, он ест у меня с ладошек. Зная астрологию, девочки и мальчики, вы неотразимый, непобедимый победитель по жизни. Например, если у мужчины Марс во льве, а мне Марс во льве не интересен вообще от слова совсем с моим Марсом в козероге, я знаю, как с ним обходиться. Я такая Марс во льве, я такая, боже, такого я никогда не испытывала. Все, ладонь, и вот он с нее, как котенок, счавкивает то, что я ему кормлю. Или, например, ну с Марсом в козероге мне проще всего. Время, место, погнали. Все. До результата, это очень важно, до результата. Если вам еще интереснее про каждый Марс, немножечко подробнее, потому что все-таки все самые главные секреты я оставляю своим ученикам. Напишите, во-первых, кого вы посмотрели из своих бывших, как они, как рейтинг совместимости ходит, как он вообще подходит вам или нет. И сейчас мы сделаем расклад на сексуальных картах Таро Монара, что останавливает от удовольствия в сексе. Давайте. Задайте вопрос. Если вас все устраивает в сексе, вы можете задать вопрос, что я могу улучшить для того, чтобы получать невероятные оргазмы. Либо вопрос, что мне мешает, какой совет от карт, на что обратить внимание для того, чтобы получать несравненное удовольствие, про которое говорит Иришка Чукреева в этом видео. Закрывайте глазки, задавайте этот вопрос, отправляйте мысль картам и выбирайте число от 1 до 5. Если пока число не приходит, поставьте это видео на паузу. Карты демонстрировать не буду, потому что это Таро Монара, вы знаете, оно может показывать гениталии, поэтому мы сюда, мы туда не будем. Я вам показывать, будете просто мне верить. Если вы выбрали цифру 1, то в сексе получать удовольствие вам не мешает ровным счетом ничего. Это такая вот сердцеедка. Те карты, которые я могу продемонстрировать, я вам покажу. Серцеедка – это огонь, который бурлит в вашей крови. Единственное, что я бы посмотрела, не съел ли у вас кто-то сердце, не больное ли у вас незалеченное сердечко. Вот это может мешать вам получать удовольствие, потому что вот здесь все-таки есть символ съеденного сердечка, однодкусанного. Возможно, вы какую-то рану свою не пережили и боитесь идти дальше. Циферка 2. Для получения удовольствия здесь как раз земля. Есть тут земли. Это абсолютно красивая, роскошная, талантливая женщина, которая манит, которая вот настоящая женщина, вот земля. Здесь про получение удовольствия не мешает этой женщине ничего. Значит, пожалуй, я бы совет больше отдохнуть, сходить на массажик, получить телесное удовольствие. Этой женщине просто необходимо. Циферка 3. Карту показать не могу, потому что здесь, как вы понимаете, то, что показывать нельзя. Но я вам расскажу. На этой карте изображена женщина с своими гениталиями и идет мимо священник и осуждает ее. Позор. 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 Вот что мне мешает получать удовольствие, если выбрали циферку 3, публичное осуждение, мужское осуждение. Возможно, вы когда-то слышали какой-то тупой комментарий по поводу вас. Возможно, вы загоняетесь по поводу себя и своей сексуальности. Но этот вопрос решается абсолютно точно знанием астрологии. Этот вопрос решается, если вы начнете относиться к сексу не как «я делаю это для кого-то», а «я это делаю для себя», чтобы себя узнать, получше кайфануть и дать себе любимый праздник в виде оргазма. Если вы выбрали циферку 4, что меня смущает и что меня останавливает от секса? А ваша лень. Вы ленивое говно. Вы лежите и вообще в сторону удовольствия даже не смотрите. Вы умерли. Ну, я шучу, конечно, но здесь такая женщина, которая плавает в воде, попает вверху и, честно говоря, действия в ней нет. То есть вы туда не смотрите, вы вообще без энергии. Ну что, хреново быть вами. Восстанавливайте вашу энергию, потому что, ну, не просто нам даны Марс, как планеты сексуальности. Нам ее придется выгуливать, иначе скандалы, крики, агрессия со стороны на вас, значит, ушибы, переломы и все прочее. Это все Марс. Температура – это все Марс. Циферка 4. Что останавливает меня от удовольствия? А вы не знаете, что делать с мужиками. Вы такие, да вроде ничего не останавливает, красивая женщина изображена. Но вот смотрите, где-то в лесу стоят два мужика. Они ее могут пугать, она их вроде дразнит. Зачем она дразнит, если они ее пугают? Зачем она показывает ножку, если там два чувака, они же сейчас ее как бы, ну, сами понимаете, что сделают. А она вот такая, знаете, а что с ними делать? Ну, покажу ножку, ну, а там дальше посмотрим. Знаете, какая-то тоже очень пассивная позиция по отношению к сексу. Пассивная, я бы сказала, изучающая позиция. Но вот вы, совет, не знаете, что делать с мужиками. А как вы теперь-то, как вы теперь-то не знаете, когда, что делать с мужиками? Спрашивать их дату рождения, город рождения, строить их натальную карту, искать их Марс. И сразу проверять. Да, да, нет, нет. Можете, конечно, ради чистоты эксперимента пойти и удостовериться, что астрология работает. Ну, а лучше не тратьте время на людей, которые вам не подходят. Ищите себе идеального партнера. Он существует. Человек, который подходит вам по всем характеристикам. Я вам желаю любви, секса, оргазмов. С вами была Ирина Чукриева. Если вам это понравилось, если вы хотите подробнее про Марсы, мужские или женские, много-много-много-много-много комментариев и репостов. Договорились? Окей, пока. До новых встреч.